МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем дни в субботнем эфире четвертого канала. Меня зовут Катерина Стриха. Добрый вечер. Каждую субботу в 18.00 мы будем встречаться на канале Беларусь4, чтобы узнать о событиях недели в Барановичском районе. И вот о чем расскажем уже сегодня. Спасибо за мирное небо. Барановичский район отметил 73-ю годовщину Великой Победы. Пример во всем. В агрогородке Мир названы именно тех, кто достоин почетного звания Человек-года. Пусть садов будет больше. Барановичский район присоединился к республиканской акции Сад надежды. Все дальше в прошлое уходят годы войны, но память о ней жива в душах и сердцах людей. Во всей стране в честь Дня Победы на этой неделе прошли митинги, парады и концерты. В Барановичском районе главное праздничное мероприятие состоялось в агрогородке Мир. Цветет сирень, развиваются праздничные флаги и в почетном карауле на вытяжку стоят кадеты. Торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине Победы, собрал в агрогородке Мир всех тех, кто посчитал своим священным долгом поклониться павшим в той страшной войне. Ежегодная традиция возложения венков к подножию памятников и обелисков – лишь малая толика дань уважения и памяти к тем, кто так много сделал для Победы. К сожалению, с каждым днем ветеранов, тех, кто непосредственно отстаивал независимость нашей страны, к сожалению, становится меньше и меньше. Сегодня в нашем районе осталось всего лишь 18 ветеранов. Но, тем не менее, мы знаем, что они сделали для нас, те люди, которые работали, защищали нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков, отстояли победу, великую победу нашей Родины. Те, кто работал в тылу, подпольщики, партизаны, те, кто отстраивал из пепла и руин нашу землю, наши города, села. Конечно же, это люди были высокой закалки, сильного патриотизма, который мы должны сегодня передавать нашим молодым людям. Районный праздник продолжился в Доме культуры, где собралось несколько сотен жителей Барановического района и тех, для кого эти места навсегда останутся малой Родиной. Конечно, земля, на которой вырос, где впитал любовь к родной земле, в такой радостный день, как День Победы, конечно, я стараюсь быть здесь. Эта земля полита кровью наших отцов и дедов, поэтому мы должны в этот день думать о том, чтобы наши дети всегда жили в мире. И все, что можем для этого, мы должны делать. И делаем. Председатель Баранического райисполкома Василий Хватик поздравил присутствующих на встрече ветеранов. Ну а подарком для всех стал праздничный концерт. И каждый вечер встану встанет, ты иди нахорош, и ты боешь. День Победы – это великий праздник для каждого, но в первую очередь для тех, кто видел войну собственными глазами и внес личный вклад в то, чтобы все это время мы жили под мирным небом. В Барановичском районе ветеранов Великой Отечественной войны оказалось меньше двух десятков. В деревне Колдычева – только один. Константина Владимирович и Середу здесь знают и уважают. И, как говорит сам ветеран, никогда не оставляют без внимания. Я считаю, что очень важно помнить наших прадедов, ветеранов, ведь благодаря им мы сейчас живем. Войну Константин Владимирович встретил 16-летним подросткам. Помогал партизанам, но после того, как его вычислили полицаи, на долгое время попал в лагерь под Ганцевичами. Освободившись, пошел в разведшколу, поскольку знал польский и немецкий языки. А после экзаменов лейтенант Середа был направлен на 1-й Прибалтийский фронт. Дали мне взвод разведки. Аппаратурой мы пользовались, датчики перехвата. Мы владели немецкой территорией до 100 километров. Всегда получены разговоры генералов, передвижение воинских частей и так дальше, укрепление отдельных пунктов, я перезвал под текстом наши вооруженные силы. Ну и так, прошел я Латвию, Литву, Восточную, Прущу, дошел до Кинзберга. Под Кинзером был ранен. Совсем скоро ветерану исполнится 93 года, но многие бои он помнит до мелочей. Ужасы войны из памяти не стереть. Когда мы идем в атаку, немцы открывают враганный огонь, минометный и так дальше. Мы дожим тут падают, кому ногу дорвало, кому руку, кому все плачут, просят забить товарищей, сильно болит и так дальше. Но кто будет своих стрелять? Дожим только уперот. В общем, тысячи гиблиных наших солдат-офицеров. Вот это фронтовая такая жизнь. Уже несколько лет пенсионер понемногу записывает свои воспоминания о войне и надеется когда-нибудь издать книгу. Потому что верит, если люди будут знать о войне и помнить о ней, будет больше шансов, что она не повторится. Ежегодное чествование лучших тружеников района во всех отраслях деятельности состоялось в Доме культуры Агрогородка «Мир». Кто же был удостоен почетного звания «Человек года» и других наград? Узнаем из следующего сюжета. Не секрет, что залог успеха любого дела и любого предприятия в людях, которые этим делом горят, живут и работают на совесть. И стала уже доброй традицией каждый год чествовать лучших из лучших. Тех, кто внес особый вклад в процветание Барановического района. Это славные люди, те, которые, конечно, заслужили сегодня быть лидерами во всем. Во многом, конечно, прошлый год был для района непростым. Есть, конечно, погрешности немножко у нас по свинокомплексу «Восточный». Мы над этим работаем по восстановлению, думаем, или же строительство нового комплекса. Уже есть планы на строительство нового свинокомплекса в районе, чтобы восполнить то недостающее, что мы, конечно, на свинейне потирали. Если по остальным показателям смотреть, то, конечно же, все показатели остальные в районе выполнены. Почетное звание «Человек года» получили 12 представителей различных сфер деятельности. Гендиректор ООО «Птица фабрика «Дружба» Василий Маркевич в этом списке уже не впервые. Не стоим на месте. Из года в год мы двигаемся вперед. Увеличиваются и объемы производства. И, к радости, для нас за прошлый год выросли и объем прибыли. Вот это, что прежде всего учитывалось при награждении, так скажем. Поэтому, а это позволяет и дальше развиваться. Сегодня есть рынки, появляются рынки новые. Мы сегодня уже так вот вплотную пришли к китайскому рынку, получили разрешение, чтобы свою продукцию реализовать туда. Отметили и шесть лучших представительниц Белорусского союза женщин. В номинации «Хозяйка села» награду заслуженно получила директор ООО «Столовичи Агро» Надежда Егорова. Культура земледелия у нас отличная. Урожай стали получать хороший уже за 50 центнеров, уже два года подряд. Построили президентский комплекс. Показалось мало. Сейчас строим новый комплекс на тысячу голов. В этом году должны закончить. Не были обделены вниманием на районном празднике и семейные трудовые династии. Во многих из них общий трудовой стаж превысил сотню лет. Немало наград за добросовестный труд было вручено в этот день и профсоюзными организациями. Республиканская благотворительная акция «Сады Надежды» проводится уже в седьмой раз, но на Брещене впервые. Идея акции – закладывать молодые фруктовые сады там, где они действительно нужны. Возле школ, интернатов для пожилых людей, детей-инвалидов или тех, кто остался без попечения родителей. Для учеников средней школы «Агрогородка Вольно» участие в республиканской акции «Сад Надежды» – большое событие. В гости к ним приехали представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Республиканской ассоциации «Белсад Питомник», Белорусского союза женщин и многие другие. Вместе с детьми яблоньки лучших селекционных сортов, а также кусты крыжовника и редкие сорта винограда возле школы высаживали люди, которые действительно в этом разбираются. Третий раз участвую в акции. И хочется нашим детям привить любовь не только к саду, к яблоням, грушам, но и к винограду. Чтобы дети полюбили. И я надеюсь, что здесь много в школе будущих садоводов, огородников, агрономов. Может, кто-то председателем будет. И чтобы в каком-то совхозе, колхозе посадили виноградный сад. Маленькие мичуринцы с интересом слушали и мотали на ус все тонкости ухода за будущим садом. Мы сегодня делали очень важное дело. Садили деревья, кусты, винограда кусты, крыжовника, разные сорта яблонь. Это очень важно, потому что мы сможем потом уже, когда деревья вырастут, мы сможем собирать плоды, кушать их. Надеюсь, что будет очень вкусно, сладко. Другим адресом, по которому приехали участники акции, стал городищенский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. Его воспитанники тоже самым активным образом участвовали в закладке молодого фруктового сада. Мы сейчас садили яблони. Мне очень понравилось. Мы будем за ними там ухаживать, поливать каждый раз. Будем ждать урожая первых яблок. Почему сады? Потому что, мне кажется, это очень такая акция, которая, ну, во-первых, она гуманитарная, во-вторых, она очень длительная. Это не то, что разовые мероприятия. Приехали, что-то там дали концерт, вручили подарки, разъехались. А это останется на долгие-долгие века для многих поколений. И самое главное, что это прививает любовь к родной земле. Это доброе, благородное дело, которое, мне думается, надо и дальше продолжать. Всего во время акции «Сад надежды» в Барановичском районе высадили более сотни молодых яблонек, а также около 40 саженцев, крыжовника и винограда. И на этом у меня все. До встречи в следующую субботу в 18.00 на канале «Беларусь-4» в программе «Семь дней. Барановичский район». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова